здравствуйте друзья 2 серия очередного очередной темы называется фильмы для новичков за студентов и школьников вот конечно новички будут а вот будут ли студенты и школьники сомневаюсь и у меня очень много детей в этих фильмах видите очень много детей все-таки есть какая-то надежда на вас друзья не сложно электронные адреса у каждого почта уже парализованно все общаются напрямую вот значит нажал кнопочку и отправил ссылку скопировал ссылку отправил друзьям попробуем почему потому что этом году у меня завтра будет вебинар я буду говорить 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 о том что должно быть каждом саду это тоже как когда-то не было телевизором сейчас в каждом доме так и тут каждом дворе должны быть хотя бы вот такие апрекоса их нет почему это тихий ужас что у нас творится у нас на кубани не плодоносит ни абрикосы ни жарделя ну что будем продолжать принцип такой принцип такой я начал 2007 года 7 8 9 вот так вот только прислонишь получается 2007 30 июня а в этом в этом время уже полно вишен даже в сибири хотя в сибири все позже видите полно вишен даже в сибири но смысл моего разговора такой хитрю я объясняю как пола первая серия хитрю я хочу чтобы внимание было и в то же время чтобы не засыпали кто из нас не спал на лекциях вспоминайте ну-ка были такие по моему не было все спали добился на задний ряд после бессонной ночи вот после свидания и хорошо еще не похорок больше так вот значит чтобы не носилось внимание каждая фотография а разным совершенно разным и почему 2007 год в этот год появилась наконец-то цветная и эти самые появились фотоаппараты цифровые это уже другой уровень поехали все подряд до двадцать четыртого года я собираюсь покажи в несколько тысяч фотографий проиллюстрировать и прокомментировать мы остановились в прошлый раз на этой фотографии вспоминаем вот и так вишня степная в принципе она должна была заполонить всю россию даже без нашего участия почему она не зря называется степная она самая морозостойкая в мире вот эта вишня она кислая но никто не отнимает ее достоинства великолепные вкусовые и лечебные качества подчеркиваю и лечебно качество вот подробнее не надо для этого есть интернет найдете вишня степная почему я назвали степной а потому что в любой ложбинки в степи на ветру даже даже не ложбинки она может жить и полудоносить она самая устойчивая вот ее и название степная якобы в степи может быть да может быть а уж она она обязательно должна быть кто-то обижается посадил а потом ой пошли отводки вот видите это все вот здесь вот если бы поглядеться здесь порядка раз два три четыре штамбу где-то 10 10 20 вот это значит что она сама расползалась размножилась и если не установить она дальше пополняет и кто-то ведь считает это ее недостатком а так вот я считаю так я специально показал страшные времена настали природа раскачивается вот начинаем с самого простого помните первую серию что говорил и так мазурские абрикосы самые простые морозостойки в мире китайские сливы самые простые морозостойки в мире кстати по качеству плодов уникальны в моем исполнении моем исполнении моем моем саду по качеству плодов уникальны потом идут вишни вот потом идут значит подвойные яблони груши это для будущих прививок все это должно быть каждом саду оно его есть можно так вспомнить иронетки вспомнили вот и хорошо идем дальше так с вишней поговорили вот ее беда что я еще и не любят ах она ползет во все стороны а большинстве садов я сам был с этих садов его просто нету вот это уже вишни дюк вот это значит что у нее есть гены черешни видите уже плоды они плоды ну плоды само по себе вкусное достаточно крупные и листья не вишневые это дюк это гибрид вишни черешни вот так проехали нечего на девушек заглядываться а это значит просто милая фотография это минутная обида главное это то что она сидит прямо в питомнике это значит что вы видите смородину которая выращена была укоренена в июле под бутылками и в тени почему потому что здесь рядом огромный абрикос нависает и дает тень вот эти вот кстати вообще не будем отвлекаться в общем ей получается исполнилось где-то год да где-то исполнилось в середине лета укоренена и середина следующего лета она уже заложила цвет ты это моя смородина это мой метод называется зеленое членкование и надо уже улыбается вот так а это есть самая смородина она не самая роскошная но чем крупнее смородина тем она бесполезнее вот это я сфотографировал еще раз говорю темы будут самые разные неожиданные я сфотографировал чурок саду человек взял выросил подбой привил его и ждет я говорит 8 лет жду самое интересное что она еще не погибла а почему ждет потому что нет почему не дождется потому что вот эти металлические арматурены убиты воткнуты в землю и пропускают туда внешние слои мороз вот и вся причина и ведь кому-то же надо было еще не так давно в интернете доказывать что привязывайте к арматуре дело в том что привязка именно к этим я в меня завтра вебинар а там у меня подготовлена фотография год-два и деревянный кол падает а там где он привязан дерево то уже не дерево держится за кол биты молодые дерева саженец а уже кол подгнил наклонился а упасть не может дерево его держит вот такой анекдот получается а деревянные колы недолговечны и вот мудрые из мудрых умные из умных говорят бивайте рядом металлический пруд и подвязывайте даже не зная что творят а вот и этот человек не знал пока я к нему в гости не пришел ну а вот она такая смородина есть это один куст дает примерно вот столько еще раз говорю чем крупнее ягода чем она роскошнее тем она бесполезней так моя волочная вишня до 2007 восьмой год примерно удивительный куст который я читал что вишня волочная полагается жить где-то 20 лет моя прожила 30 лет сейчас и где-то 35 но она уже действительно сейчас жалко и жалко и мне просто я пытаюсь найти границы возрастные поэтому я не трогаю вот и пусть она совсем уже жалко и несчастная и большинство я так высохла я так и не убираю а это пор рассвета и мне повезло каком плане я когда купил участок я в 80 году приехал сюда с норильской купил участок весна 85 года на этом участке было всего одна яблонька я рассказывал и 5 волочных вишен больше ничего из этих 5 волочных вишен 3 загназли возможно вкусные две остались но кислые поэтому я доставал волочные вишни по принципу поищу-ка я у кого послаще оказывается содержание сахара разное наверное это нельзя назвать селекция но отбор все таки я сделал у меня получил сладко кисло с кисленькой но очень вкусно и мы едим ее горстями вот это я хотел сказать ну а про нее можно долго говорить что нельзя делать штамп так проверяем идет запись вроде нет так прошу прощения а слушай то я все из-за дождя я не нету мне нельзя это вот двенадцать солнышкой обещали поехали хорошо давай так это ты мне звонишь и через два сунта я подъезжаю все ладно перегрузим все 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 сделаем кстати ты вот позвонила у меня середина фильма и я еще найду специально твою фотографию скажу вот кому обращайтесь за санкциями меня достают вот я рекламирую вот ладно давай пока давай давай я не остановил запись так что пока звони это татьяна санна железа моя невестка вот на улице холодно дождь и она все равно едет работать надо надо ладно проехали и так про его освещение можно сказать разговор закончен она хороша кстати вот татьяна санна спросите я сам в этот именно это я не помню в этом году вы растеряние на продажу волочную вишню или нет со сладких кустов я думаю буду все таки сладкие потомство так пошли дальше это гепатогенная зона вот так крайне подогенной зоны это отдельная тема они я несколько раз говорил я сделал несколько фильмов о авариях на дорогах потому что каждый десятый человек это потенциальный убийца и покойник а в саду этого такие вот деревья вот такие вот это многолетние деревья потом значит это в саду а я похоронил друга соседнего подъезда поздно когда я померил рамками его кровать диван а вот было поздно рак желудка уже съел его такого человека потеряли и вот это все наполнить три автора аварии на дорогах вот смерть в собственных кроватях и смерть деревьев это все звенья одной цепи обвиняя абсолютной тупости невежество и равнодушие тех от кого это зависит сколько я говорил создайте комиссию так легко проверить дороги смерти известны везде везде где пять-десять памятников вдоль дороги это наверняка не случайно ой все я завелся пойдем дальше так обидно что это никого не надо сколько людей спасли бы я не сегодня начала лопить вот фотографии видите у меня есть лучше бы не отвлекаться но ведь это не просто дерево это знаменитый амур причем амур бывает до 150 грамм а этот не только из-за большого урожая а просто это вариант амура дальневосточного и здесь есть такая вещь смотрите я взял фото абрикос академик вот это все я буду на вебинаре рассказывать моя фотография моя фотография посмотрите какое место занимаю в это вот моего друга фотографии какое я место занимаю моя фотография моя вот в этом самому как бы это назвать в этой выставке числа и вот это узнаете вот он есть этот самый мой амур это я к слову это означает что а кстати моя фотография моя моя ой сколько их тут да я один из мировых лидеров а вот она наша наша таня громко плачет уронила речка мячик вот вот сейчас она и звонила вот как удача фотография попалась вот так вот но другое дело что фотографию уделились уже тут присвоить видите вот но это ладно это это уже не главное это речь идет о престижа так возвращаемся к нашим этим а где мы были а мы были 2007 восьмом году вот дошли моды этой фотографии вы ее видели только она была повернута наоборот пойдем дальше вот эта фотография я не купил а вы менял на электрооборудование саженцы у бойкова и галины холланд я не еще на расскажу завтра на вебинаре подвижник это из тех фанатиков это с ученой степенью с должностью директор гсу но она окажется в общем эту на вебинаре а пока значит вот ее дерево которое приехало ко мне видите вот нравится мне нравится вот да старею не так мое дерево так и дерево байковой хороша на то есть того ты той самой директора который я называю одна из основательниц сайногорского садоводства феноменального сайногорского садоводства бойкова галина николаевна показать его что ли ну лишний раз то как вот вот ее дерево да вот я возьму сейчас и покажу ее фотографию клялся что не буду не буду не буду так проехали надо было листать другую сторону а вот где надо искать все таки я хочу чтобы вы увидели чека достойного ордена медали государственной премии вот 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 это она есть это она 12 лет назад вот ну корги он николаевич кто не знает вот а ее кстати так по моему сама наука не заметила в сибири феноменальный сад я не знаю показал вот это вот какой вот это вот вот это вот вот это вот почему потому что это это более жесткие условия чем у меня вот у него черта вырастить а там это было целый подвиг вот это я хотел сказать говорю николаевна низко кланяюсь вот это другой ракурс то же самое амур а это амур но в другой уже год это одна из пяти веток молодая это был какой вот но если допустим 208 можно еще заглянуть 7 и 8 вот так это значит что было 14 лет не 16 лет назад это одна из пяти веток он уже был мой абрикос манжурский он уже был огромен на пять таких веток давали предельно выражает на тот момент 30 ветер сейчас 40 и было 50 но не зафиксировано ученые это не интересно а фиксировать некому а мне доверения нет и только фотографии где в разные дни показывал как собирали сумме дают те самые 40 и более веток то есть доказательства есть визуальные фотографии с огромным выражаем а это было 16 лет назад и уже тогда вот такие выражает давал мой патриарх я еще не дал что он станет патриархом что его должны изучать ученые что на нем должна быть табличка висеть что железо запрещается его спиливать я его собрался спилить вот что это наследие юнеско все академии науки и прочее но к сожалению учреждение есть дар мне нужен вот ладно уговорили все таки покажу все таки покажу вы же меня уговорили я не сам так все сделаем меньше или все раз покажу это все то наверное раньше где-то вот тут это моя учебная учебная фотография учебная 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 но это жертель сало как сало это будет на вот долго искать ребята все пока значит если вы видите вот эту фотографию просто поверьте мне на слово просто на слову поверьте что там на тех фотографиях еще больше урожая в адресе еще больше урожая так поверили пойдем дальше вот это я так никогда не закончу так абрикос бай знакомьтесь вот если японский автомобиль с полуголами женщинами их обязательно почему-то купальниках показывает наверное это привлекает внимание и к автомобилям так идут чтобы привлечь внимание к садоводству вот к этим самым я сделал эффектные фотографии вот по принципу маркетинга хотите любуйтесь на плоды хотите на девушку минералка а это реклама реклама не реклама это тема мешает мне эта девушка рассказывать эта тема елки-палки не отрекай это тема о траве полиции полигоносной но я пропускаю здесь эту тему очень важно и вернусь к ней а я уже рассказывал так идем дальше но одна главная в этой именно в этой фотографии главная тема это даже не очередное испытание очередного плода это линейка когда я сделал для того чтобы раскрасил для того чтобы показывать масштаб плодов которые с тех пор и до сих пор увеличивается чего не может быть никогда а это дубльская премия а это доказательство того что нам на землю плоды растения попали уже культурными так что мы ничего не знаем о прошлом земли самое главное что сдать не хотим о гигантских постройках которые миллионы лет по полу разрушена за топливных городах ничего не знаем издать не хотим так вот это и отлёкся а на самом деле линейка нужна пригодилась для другого не только чтобы мерить как бы масштаб а то что она выдала добрую сотню плодопитомников присвоивших мои фотографии видите эту линейку сейчас мы заканчиваем длинные серии вы не любите и сейчас еще раз вернусь сюда вот сюда вот и вы сейчас я вам день тут же я покажу ходите это это не я это интернет видите смотрите узнаете а знаете сколько таких фотографий присвоено найти изображение в яндексе а давайте посмотрим смотреть все смотрите линейка моя ведро мое дальше логически что плоды мои я же их не сынка на рынке такие крупные сейчас не продают и никогда не продавали что интересно со средней азии везут плоды тонны десятки миллионы тонн но они все средненькие а это все таки где-то грамм по 60 таких уже нету но это ладно и вот мы это смотрите сюда это очень важно я что сделал я возвращаюсь как было это очень важно итак друзья вот это значит интернет вот что делают якобы спецсад нет якобы продавцы нет они продавцы но якобы садоводы они берут у них ни хрена нет или есть южные два варианта и они говорят компьютерщику значит так самые эффектные фотографии выбирайте вставляйте в наши на наш сайт якобы это наши ну а продадим через то и продадим и потом смотришь вот чаще всего вот это попадает вот это моя часто попадает вот еще одна моя попадает да вот очень часто попадает ну и там еще ниже есть вот это вот замаскированная моя фотография ну замаскированная якобы это украдено по-русски говоря и так далее и так далее вплоть до самых шикарных видите елена Александровна Савельевич узнали вот ну подробнее будем на вебинаре а пока возвращаемся куда разговор про фотографию про фотографии нет все таки все таки все таки где мы видели эту линейку вот мы видели итак учеба прежде всего чем купить саженцы вы берете находите эту их фотографии легко находить прямо у них на их сайте делайте так раз левой мышкой раз правой мышкой найти изображение в яндексе вот ага попались голубчики есть изображение тогда что мы делаем мы смотрим сколько их раз два три четыре так а и написано ниже смотрите все посмотрели все ну и порядка и порядка двадцати ну понятно если это написано в саду железа это мое согласен вот а допустим абрикос ух ты 1200 рублей в хабаровске то есть что они продают неизвестно а фотографии присвоили мою согласны вот вот тут этот абрикос назвали манитубы а это назвали краснощеки а почему нет ну вот тут честно академик вот ну он уже не академик я его называю крупноплодный железов потому что полностью я его изменил об этом буду на вебинаре вот купить саженцы пожалуйста доставкой парфейл купите и люди будут думать что это он такой и будет вы бедные наивные люди самое главное это учеба вы поняли поняли так вот поняли так что вы можете разоблачать и не покупать если у вас фотографии ворованные выдают вот эта линейка все друзья на сегодня мы прекращаем как та шахерезанда дозволенные речи вот и это будет серия за так одна была а серия за номером 2 вот значит на всякий случай все что вы видите в виде косточек покупайте сейчас летом пока дешево осенью будет два раза дороже вот пусть косточки не то что залежала я но схожесть проверена феноменальная так что еще раз благодарю вас за внимание вот и расстаемся через пару дней будет еще одна серия а всего их должно быть 50-100 потому что фотографии тысячи остановить запись и правило не перекачиваюсь это не не но